это программа игра в классике программа людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 28 октября день памяти корнея ивановича чуковского автора чьи строки буквально вписаны в русский национальный код он прожил долгую насыщенную непростую жизнь умере в возрасте 87 лет в этом году 31 марта россия отмечала его 140-летний юбилей вот не знаю почему но тогда и они мне сделал передачу видимо пришло время все-таки сделать вот когда я говорю строки чуковского вписаны в русский национальный код то я ни в коем случае не преувеличиваю не добавляю никакого пафоса вот смотрите откуда от верблюда говорим мы и даже не всегда знаем первоисточник что вам надо шоколад кто говорит слон в общем перекидываться фразами из чуковского можно до бесконечности их знает каждый вот в том и фокус произведение чуковского объединяет всех нас они объединяют поколение дают один язык и один понятийный аппарат вот я терпеть не могу это слово скрепа вот терпеть его не могу но действительно корней чуковский это наша национальная русская скреп как и пушки к слову потому что эти люди дают нам важное понимание понимание того что мы говорим на одном языке что мы из одной страны что мы связаны одним культурным кодом и опять же я не случайно ставлю два этих имени рядом чуковский и пушкин строки корней ивановича родители читают детям самые первые дни их жизни но федорина горе а муха цикотуха крокодил и так далее а вот после собственно приходит гений пушкина и первые строки которые дети учат школе это у лукоморья дуб зеленый слову строки эти пришли к пушкину в севастополе если быть точным то на фиоленте вот так да все это знаете ли подобно программе что ли я не знаю некому заклинанию которая формирует всех нас делает нас повторю частью одного целого и вот такое положение такой статус чуковского абсолютно заслужен корней иванович вообще был удивительно универсален он как бы связующее звено не только между поколениями но и между культурами не случайно он переводчик многих знаковых западных текстов в частности он перевел на русский оскар уальдо и марка твены эридиарда киплинка и роберта льюиса стивенсона и так далее то есть чуковский блестяще умел переносить лучшие западные образцы на русскую почву именно переносить не пародировать и копировать а переносить и развивать делать из этого свое вот тот же доктора и болит все мы знаем с детства правда же но не все же знают что это скажем так вариация истории доктора дулитла британца хью лофтинга кто сейчас вспомнит об этом это образец того как надо интегрировать лучшее западное на русскую почву это важный момент ключевой момент если угодно при этом чуковский блестяще знает русскую поэзию он буквально напитан и пропитан ею вы знаете как иной человек на 80 процентов состоит из воды так корни иванович на 80 процентов состоял из стихов и это позволяло создавать ему уникальные произведения эти произведения понятны нам и через 20 и через 30 и через 100 лет это разные поколения чуковский он всегда современен и всегда своевременен при этом он безусловно новатор который великолепно разбирался в детской психологии и в его работах вы сможете отыскать едва ли не все жанры мировой литературы именно так все жанры мировой литературы от романа воспитания да я не знаю приключенческого ли там плутовского романа ну понятно что сделано это форме для детей то есть чуковский работал для детей он и не только тексты писал устраивал чтение собирал детей буквально до последних дней своей жизни наверное потому что он понимал что если на кого и влиять то влиять на детей на взрослых уже бесполезно это вот было именно что в воспитании человек не никакого горького воспитания сверх человека именно воспитания человек вот чем занимался чуковский человек это звучит гордо и да конечно прекрасно что и сегодня детям читают его произведения но с другой вопрос с другой стороны да другой вопрос как так получилось что в этом ряду в ряду детской литературы так мало действительно нового свежего нашего не гарри поттера нашего русского в каком состоянии пребывает сегодня детская литература это я спрашиваю как писатель и как отец но наверное об этом стоит сделать отдельную передачу чуть позже потому что невозможно и отчасти даже неправильно читать детям исключительно классику в том числе чуковского но только ее да ведь согласитесь необходимые новые сюжеты и новые персонажи и такие авторы безусловно есть однако знаете сколь много порочного мерзкого затесалось детскую литературу сколь ловко через нее разливают детей превращая но я бы так сказал в биороботов нового порядка недавно у да мы делали передачу о лгбт диктатуре в литературе вот конечно в данном контексте произведение чуковского это одновременно и противоядие и во многом эталон с которым необходимо сравнивать другие произведения для детей однако нельзя ни в коем разе нельзя воспринимать корней ивановича исключительно как автора детских произведений он слову и сам еще в 1923 году размышляет об этом с некоторым сожалению я написал 12 книг говорит чуковский и никто на них никакого внимания не обратил но стоило мне однажды написать шутя крокодила я сделался знаменитым писателем вот чуковский он не просто детский писатель сейчас без всякого пафоса но скажу так чуковский человек который строит храм русского языка строил храм русского языка и сам служил там вот ему принадлежат такие же строки чуковскому человек не испытавший горячего увлечения литературой поэзии музыкой живописью не прошедший через эту эмоциональную выучку навсегда останется душевным уродом как бы не преуспевал он в науке и технике вот собственно чуковский и облагораживает красотой слова силой слова этих душевных уродов как результат появляется вот это в том числе как результат появляется эта книга живой как жизнь год 1962 это прекрасная книга настольная книга любого человека который в той или иной степени занимается словом живой как жизнен так слову так гоголь охарактеризовал русский язык так вот в своей работе с моими вот как видите пометками чуковской пишет о русском языке во всем его многообразие проявления но вот знаете удивительно но это действительно блестящий лингвистический труд подчеркиваю обязателен всем прочтению и редактором и журналистом всем но это не читается как научная работа как лингвистический труд нет это читается как признание в любви русскому языку то просто поразить вот невозможно представить чтобы лингвистика филология назовите как хотите было столь изящно и вместе с тем столь темпераментно прекрасно вы знаете я вспоминаю это труд к слову всякий раз когда оказываюсь на каких-то там конференциях заседаниях когда услышишь этих всех чиновников наших что не говорят чиновников которые изобрели как сам пишет чуковский специальные словесные штампы и канцеляриты для той специфической формы обмана который называется втиранием очков вот еще тогда чуковский все понимал целый язык изобрели чтобы лапшу на уши вешать его знаете я никогда не мог понять пишет чуковский почему у одних такой язык называется дубовым а у других суконным ведь этим они оскорбляют и дуб и сукно такой вот юмор от чуковского конечно крайне важен корней иванович и для школы русского перевода да опять же поразительно ведь он смотрите он действовал в переводе и как практик и как теоретик но но он даже книгу написал к слову в 1936 году это следствие его занятий теории художественного перевода книга называлась искусство перевода но позднее в послевоенном переиздании она получила название высокое искусство опять же этот труд обязателен для ознакомления всем переводчикам и редакторам но я не об этом хотел сказать а вот о чем чуковский начал язык изучать самостоятельно то есть вот представьте он в детстве был увлечен австралии он мечтал встретить кенгуру и так далее поехать в австралию для этого стал изучать сам английский язык а позднее когда работал в одной из газет там редактор как бы обещал надбавку за знание языка и чуковский продолжил изучать английский то есть вот представьте да человек самостоятельно начинает изучать английский язык и становится одним из выдающихся переводчиков не пора ли друзья мои нам замахнуться на вильяма дэнзи нашего шекспира вот как бы назвали это сейчас у нас знаете ли очень любят истории а так называемых вот этих self-made men то есть о людях которые сделали себя сами но правда тут беда в том что в качестве вот этих вот self-made men нам подсовывают каких-то как бы так помягче сказать весьма сомнительных персонажей но вроде каких-то там селебрити там или этих блогеров да и в качестве мотивации нам предлагают знаете советы от каких-то там коучи бизнес-тренеров в общем как сказано в библии имеем легион но вот на самом-то деле смотрите перед нашими глазами совершенно уникальный пример человека который сделал себя сам это корней иванович чуковский он ведь был даже незаконно рожденным сыном он родился у украинской крестьянки которая забеременела от богатого еврейского помещика и понятно что вместе они быть не могли и уже с детства чуковский очень много работал тяжело трудился сменил вообще массу работ и позднее стал выдающимся литератор то есть смотрите какой путь от незаконно рожденного сына до литературного гения чья карьера продлилась внимание целых 62 года и каждый день он работал каждый день он работал вообще вся жизнь чуковского это наглядная иллюстрация фразы терпение и труд все перетрут кстати сам чуковский писал да мне нравится очень-то фраза я не слишком высокого мнения о своем таланте но я грамотен настойчив и работящий но скажите чем вам это не секрет успех чуковскому принадлежит и еще одна знаковая фраза она написана о смерти я ее зачитаю умирать вовсе не так страшно как думают я изучил методику умирания знаю что говорят и что делают умирающие и что делается после их похорон в 1970 году люша будет говорить это было еще при деде квартиру к тому времени вторгнется куча вещей но скажем лампа останется и появятся некрологи в лит газете и в неделе на а в 1975 году вдруг откроют пишет чуковский что я был ничтожный сильно раздутый писатель как оно есть на самом деле и меня поставят на полочку вот что пишет чуковский до своей смерти а умер он в 1969 году и удивительно детский писатель пережил трех своих детей вот какая трагедия пережил трех детей но остался в истории как великий детский поэт а его книги пережили и видимо переживут на всех вот такова цена бессмертия достигнутого настойчивостью и трудолюбием это была программа игра в классике меня зовут платон беседим берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и терпения и вот чаще признавайтесь друзья в любви к русскому языку а и и Продолжение следует...